Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мне греши. У нас есть сайт вот такой, а вот здесь вопросы. Их мы решили оживить, попросили нас, и мы увидели, что что-то получается у нас. Вопросы и ответы. Ну, вопросы и ответы, значит, мы вдвоем считаем сейчас. Вопрос 1904, седьмой том открытым оком. Вы не боитесь, что погрешите против видений, какие были святым, да еще тем, кто назван великим. Можете ли так утверждать, что эти голоса, эти видения им были от лукавого? Ну, тогда вам придется тянуть за эту цепь и дальше, что и Антоний Великий, и Арсений Великий были вовсе не святые, а заблудшие и погибшие, и других туда же увлекли. Такой вопрос мне задавали студенты, люди в университете. Вопрос чрезвычайно серьезный. К этому вполне можно подойти. Но я здесь останавливаюсь. Ссылки на житияне всегда даже оправдывают написанное в них. Мы же не знаем, как было в действительности, что потом накрутили эти житописатели. Может быть, совершенно и не так было. Но сравнивать их видения с бывшими в Библии мы должны. Потому что иначе скатимся к прямому идолопоклонству, почитая святых более, чем Господа Саваофа. Давайте сравним несколько видений апостолу Павлу и бывшим видениям Пахоми, Арсению, Антонию и другим. Уже возносясь, Христос дает самый важный наказ своим ученикам. Что это самый важный наказ? Это и так понятно. Когда мы уезжаем, то остающимся дома даем еще раз самый обязательный наказ. Уже на подножке вагона, стоя, еще раз напоминаем, ты не забудь коровам воды надливать, голубям кормы досыпать, иначе они все погибнут. Да не забудь полить цветы, иначе засохнуть. Вот такой наказ дает Господь уже как бы в последнюю минуту перед прощанием. Деяние? Деяние. И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. О чем вы слышали от Меня? Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. Третье ездры. Оживи иссохшие цветы. Дух Святой даст силу до свидетельства даже до края земли. Не для того Дух Святой будет дан, не для того, чтобы вы скорее скрылись в любимых горах, в пещерах, для иночческих подвигов, богомыслей, упражнений в посте и бдениях. Эти последние, самые-самые последние слова Христа о том, чтобы вовремя раздавали домочадцам, что раздавали? Проповеди. И так же Он придет и с этого же начнет спрос, чем вы кормили? Что давали? Не зажили ли мое повеление? Не засургучили ли мой наказ? Не подменили ли мои заповеди вымыслами монашескими? Иван Глядлуки. Господь же сказал, кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им свое время, меру хлеба? Блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. А если раб тот зароет хлеб и будет торчать на вершине горы, ожидая хозяина, то чем он докажет свою преданность и послушание Господину? Тем, что сохранил, завернув платок этот талант, научить его будет, как всем зарывшим Слово Божие. От Луки. Пришел третий и сказал, Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок. Ну, это уже конкретные слова Христа. В церкви, в гостинице нужно ухаживать за больными, а не убегать в пещеры. Придет небесный самарянин и гостиник, давно уже скрылся на вершину горы, и в пустыне утек. А больные с голоду по примеру, в египетской пустыне только свидетельствуют, что монахи покинули народ, и Египет стал нехристианским. От Луки. И на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если издержишь что более, я когда возвращусь, отдам тебе. Слово отъезжая означает то же, что и перед Возвесением сказано. Христос никогда и нигде не говорил, что эти его наказы через некоторое время будут им изменены. Напротив того, он предупреждал, чтобы мы не верили иным пророчествам или видениям, если они будут не согласны с тем, что он говорил. От Луки сказал так же ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого и не увидите. И скажет вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. И какое слово и наказ Христа не возьмешь, нет почти ни одного, которое бы монахи не извратили, не скрыли, не перетолковали совершенно напротив Слова Христа. Прямо-таки антихристовым смыслом изничтожая слова Спасителя о проповеди миру. И слова Спасителя перед прощанием были не иные, как те, какие он постоянно говорил и при жизни, и после воскресения. Самый главный наказ был пасти овец и агнсов, что он и дал Петру. Атеана, когда же они беседовали, обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнсов моих. Не говорил же Господь, чтобы ученики его загнали овец на высокую стену Мандру, за высокую стену, и там бы их кастрировали и стерилизовали, чтобы они не давали потомства. Матфей, вот, я посылаю вас, как овец, среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби, Атеана. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видят приходящего волка, и оставляют овец, и бежит, и волк расхищает овец, и разгоняет их. Бросили народ, скрылись, бежали за стену монастырские, и теперь целые страны, те, где монахи царствовали многотысячными монастырями, где из народа высосали самое лучшее, самое ревностное, и угробили сотни тысяч талантов, не вышли в мир на проповедь по зову Христа, и сами ушли в песок. Было видение Павлу, и мы сравним с монашеским, когда появление иконы, или колокольному звону, или по зажегшейся свече, они уходили все глубже и глубже в пустыню, или в леса. Деяние. И он сказал мне, я пошлю тебя далеко, к язычникам. И было ночь ведения Павлу, предстал некий муж, македонянин, прося его, и говоря, приди в Македонию, и помоги нам. Антонию и Арсению введение совершенно иного плана. Беги, не разговаривай, скройся, затворись. Но, евреям, Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Относительно святости этих святых мы ничего не знаем, кроме того, что нам написали монахи же. Но я им молюсь, и этим заканчиваю их почитание. Но подражать им нельзя и противозаконно. Явлея, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Если у апостола Павла в буре на море было видение, то оно опять же было доказательством верности Христа своему Слову, и что его дети и после бури нужны ему для проповеди. Я не. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я, и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря. И вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Иоанн Богослов попадал в подобные трудности на море, но не закрылся же он на Патмосе и не принял же обетов монашества, не стал иноком в пещере. А уже Иоанн с Аркадием, когда попали в буре, другой Иоанн, то и сами они, родители их, стали иноками после чудесного их спасения от потопления. Это возведено в образец подвига, но явно же, что не сходится, нельзя же сказать, что это одно и то же. Римлянам, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Если же то было у Павла от Бога, тогда решение монахов было или волевым их поступком, не евангелизированного сознания, или дух обольщения вытравливал самых добрых и гнал в закрытые зоны, чтобы ни до кого не дошла евангельская весть. Все, 10 минут. Время вышло. Как, полностью? 10 минут прошло. 7 страниц, 10 минут прошло. Ну, надо же. Ну, давай дальше. Сейчас тогда мы...